Добрый вечер, дорогие друзья! Это Вдох-Выдох. Меня зовут Станислав Крючков, канал Ходорковский Live. Мы работаем для вас, чтобы важное не оставалось за скобками. Сегодня у нас занимательная коллаборация, потому что среда и потому что наш гость Александр Невзоров. Ну привет, сегодня Невзоровская среда, как обычно. И в рамках создания того самого единого информационного фронта мы сегодня в союзе и в коллаборации с политическими детьми моего друга Ходорковского, с его программами, с его каналом Ходорковский Live и в студии вместе со мной, правда, на другом конце света, известный мне по еще старому настоящему эхо Москвы Стас Крючков. Поехали, смотри, Стас. Ведь что получилось? Получилось, что сейчас под шумок украинской войны Путин начал свою вторую главную операцию жизни, свой великий поход в царство мертвых. Потому что те же самые люди, которые морочили ему голову о том, что украинцы ждут, не дождутся путинских солдат и уже пекут пироги и вышивают рушники, чтобы встречать освободителей, те же самые идиоты, абсолютно ввели его в очередной раз, очень наивного и недалекого человека, в заблуждение, что вся страна хочет обратно, вся страна Россия хочет обратно в СССР. И что этот марш в СССР будет триумфальным и пломбир возьмем за три дня советский. Мы знаем, что Путина тогда, в общем, обманули. Он никогда не решился бы на эту дикость, на эту авантюру, на эту заранее проигранную войну, если бы его не дезинформировали, и он вынужден был бы подождать и поднакопить бы сил. Но сейчас происходящее выглядит совсем ужасно. Да, понятно, что уже первые шаги в царство мертвых сделаны, что возврата нет, точки пройдены, проклятые. Но я полагаю, что все равно никогда ни один народ, даже русский, не выберет грязь, не выберет нищету и разруху и добровольно не повредет в царство мертвых. И исходом всего этого будет даже то, что Владимир Владимирович даже ни до какой Гааги-то не добежит. И даже если добежит и будет царапаться и проситься в дверь, гаагские, то Гаага великодушно оставит его на растерзание его же народу, который его догонит и там. Тебе не кажется? А приглашение в царство мертвых вот этими дезинформаторами, оно выписано целенаправленно? С какой задачей? Нет, они просто, к сожалению, смотри, бездари, они везде бездари. Дураки, они везде дураки. Предполагать, что вдруг Кремль сумел сконцентрировать в себе или вокруг себе или под собой настоящих интеллектуалов, это абсолютный вздор. Мы видим, что никого, кроме варья, обманщиков и халтурщиков, нифига не соображающих ни в политике, ни в геополитике, ни в военном деле, ни в общественных настроениях даже, там нет. Это все, в общем-то, дерьмо, отходы России, которые за эти годы сумели мимикрировать, приспособиться к Кремлю, они выгодны, они умело воруют и умело ведут этого слепого, эти слепые умело ведут слепого Путина в огромную отстойную яму. Ну что ж, поделаешь. Тут ничего не поделаешь. Это всего-навсего вектор. И я тебе могу сказать, Стас, Стас, вот смотри, уже... А? Я здесь, я просто отвечаю, что не пропал с радаров, как переговоры для Кремля. Да, конечно. Вот смотри, сейчас ведь еще ожидается такое главное, тоже неизбежное событие. Смотри, сейчас начали возвращаться с войны, с украинской войны, начали возвращаться те самые обманутые пропагандой солдатики, превращенные в инвалидов без рук, без ног. Абсолютно не нужны, никому не нужны. Вот сейчас вокруг них спляшут пару ритуальных патриотических танцев, понавешивают им всякие блямбочки на грудь и забудут о них навсегда. И не подтереться, ни в сортир сходить, ни даже не порукоблудить, им уже никогда не светит. И до них дойдет бессмысленность, их жертвы, вот по глупости, поддавшись пропаганде, они сунули в путинскую мясорубку руки-ноги и теперь никому не нужны. Но, Стас, друг мой, смотри, самого главного инвалида, самого главного инвалида пока не видно. Но скоро ожидается и его пришествие, самого главного инвалида столетия. И это явление, несомненно, произойдет. Понимаешь, о ком я? Теряюсь в догадках. Если вы рассеете, сомнения, в том числе для нашей аудитории, будут шикарны. Стас, без рук, без ног, в ржавом инвалидном кресле с кривыми колесами, в кривом кокошнике и в лохмотьях появится главный инвалид, Россия. Вот она катит на международный, начнет занять королеву, и будет шалобить западный мир. Она будет фальшиво, заикаясь от контузии, от осколков, застрявших в мозгах и горле. Она будет петь то песенку Микки Мауса, то звездно-полосатый флаг пытаться вывести. А петь придется, потому что без жалостного пения теперь никто ей уже не подаст ни куриных окорочков, ни иного пропитания, не говоря уже о таких роскошествах, как одномоторные самолеты или спиртовки. Причем, ты же понимаешь, возле этой международной арены трется тьма таких же инвалидов и нищебродов, всякие Ганы, Сомалии и Эритреи, и России бедняжке придется таранить и расталкивать конкурентов своей ржавой колясочкой, чтобы погорланить и помахать своими культами. Это жуткое будущее, но, увы, к сожалению, я не вижу иного вектора, ничего иного не вырисовывается. При всем желании об этом не думать и этого не видеть, не видеть это невозможно. И первые шаги, первые шаги вот к этому уже совсем дремучему запредельному маразму делаются уже, как мы видим, сейчас. Вот эта обезноженная Россия, страна в кресле-каталке с песнями, она и живет себе, этот имперский комплекс, или он будет временами возникать вновь и вновь, поскольку это такая неотъемлемая часть русской жизни? Ну, тот сценарий и тот прогноз, который я дал, это оптимистический прогноз, Стас. Это предельно оптимистический прогноз. Это все то хорошее, что я мог придумать, чтобы смягчить наше с тобой предположение о будущем России. Но вообще надо понимать, что в любом состоянии, в любой степени изувеченности Россия всегда будет сохранять вот эту вот память формы, как бывает у некоторых известных металлов, у того же самого никелида титана. Ты можешь от никелида титана взять скрепку из никелида титана, как угодно ее искрутить, измять, а потом нагреть, и она снова станет скрепкой. Я боюсь, что вот то, что происходит с Россией, оно непобедимо, потому что есть транслятор всех тех гадких качеств, надо мной издеваются, и мне все абсолютно утверждают, все говорят, что я не прав, но я убежден, что все равно проводником, транслятором этих жутких свойств является, разумеется, культура. Так называемая русская культура, просто никому в голову не приходит искать причины там. И, например, вот то, что сейчас мы видим, да, ведь ты уже в курсе, что организован ГУД, да? ГУД. Главное управление дровами. И, вероятно, да, 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 и теперь для Думы уже думает о том, как бы для жителей деревень и сельских местностей, как они там выражаются у себя в Думе, нормировать и упорядочить употребление дров. Я подозреваю, что да, действительно, вот впереди организация главного управления дровами. Министром дров может быть назначен, кстати, абсолютно безработный Рогозин, который найдет себя в этом. И, как я понял, по тексту этих постановлений уже сейчас полагается дрова нумеровать и затем отчитываться в их использовании и в их трате. Сейчас понятно, что что бы маразматическое не возникало, это все равно недостаточно маразматично. Понятно, что есть еще какие-то маразматические высоты, которые еще не взяты в путинской администрации. И дрова, вероятно, будет запрещено. Есть, будет запрещено использование дров как очень популярное массажное средство. Мы знаем, что в деревнях любят делать друг другу массаж дровами, энергичные и ярстные. Вероятно, будет запрещено вырезать буратин. Я не знаю, что еще будет запрещено, но понятно вот даже по этому чудесному случаю, по этому факту, что все то, что называется впереди, и желающих обслуживать этот маразм множество, и они плодятся. Ты вот наблюдаешь за парадоксом тихого полудурка Медведева, да? Так он же чемпион по маразму стал. Просто чемпион. Нет, ну, во-первых, не чемпион. Ему еще работать над своим образом, еще делать. Просто, ведь он на самом деле абсолютно безобидный, беззлобный, безвольный и безидейный тип. И просто в какой-то момент ему сообщили, что, вот знаешь, как бы все роли разобраны, и никакого другого амплуа не востребовано. Посмотрели кремлевский репертуар и решили, что вот новому артисту, новому артисту могут предложить только это. Из него получилось великолепно. Он идеальный путинский орб, вот ничего человеческого, лицо опалено кремлевским адом. А вот за эти годы лежания на политическом дне, всякие мальки кремлевские, ему, судя по всему, выяли глазки. Поэтому Медведеву вставили какие-то запасные, вероятно, от маленького кальмара из азбуки вкуса. Или уже в ход прошли запчасти от мертвого жирика. И не исключено, что, учитывая высокую идеологическую насыщенность каждого квадратного сантиметра тела Владимира Вольфовича, его все-таки не закопали, а оставили на запчасти. Меня это все не удивляет. Я бы Медведеву, когда все кончится, дал бы все-таки звание народного артиста. Потому что, конечно, он придуривается, что не бывает в человеке такого типа, такой судьбы, такого образования. Вот не бывает образования таких залежей настолько глубинной, настолько параноидальной и первобытной злобы. И театр, кстати, ничего не плохой. Неплохой театр-то, согласись. А нет ли в этом какой-то компенсаторной функции, когда ночные медведевские бдения в Телеграме восстанавливают голос на фоне тотального русского молчания, на фоне тишины, вот той аидской тишины, в которой окажется Путин в присущей ему кампании со Сталином и прочими-прочими? Сложный и прекрасный вопрос. Но сразу я по этому вопросу вижу какие-то у вас, я бы сказал, подозрительные философические корни. И я думаю, что вот те гадости, которые мне о вас говорили, что вы философ, они, в общем, имеют некоторые основания. Нет, я думаю, что все гораздо проще. Ведь вообще при дворе сумасшедших, психически больных правителей, вот все придворные, всегда вся челюсть пыталась подражать. Ведь мы помним, да, там Домициан, он мог целыми днями искать уму задние. Да, вот Гелиакбал, он собирал римских проституток и на полном серьезе на этих конференциях подсчитывали допустимое количество фрикций, которые можно позволить клиентам. Сам при этом он бегал в женской одежде. Там, по-моему, Ибрагим II Османийский, Амалия Баварская. Вот все они были идиотами. И надо сказать, что все придворные в той или иной степени старались быть похожими на них. Вспомни Петра III, русского царя, который обожал вешать крыс, который расставлял оловянных солдатиков, и под барабанный бой, который он исполнял, лично он вешал крыс. И надо сказать, что эта забава стала популярной и среди придворных того времени просвещеннейших людей. Каждый старался казаться идиотом. Павел I направлял полк прямиком, пешим ходом в Сибирь, за то, что ему не понравилась выходка кого-то из офицеров. Там был Мильгареха, президент Боливии, который приказал расстрелять собственную рубашку. Вообще этих идиотов в истории более чем достаточно. И всегда все придворные, как это не параноидально звучит, пытались подражать сумасшествию своего владыки. Мы же видим, что это распространяется не только на людей, что и города уже заражены этим путинским зюбезумием, этим путинским маршем в царство мертвых. Хотя вроде бы там живут и населяют эти города абсолютно вменяемые и когда-то очень казавшиеся нам всем симпатичными люди. Ты же понимаешь, да, что Питер это моя личная трагедия. Ну вот почему этот город русской свободы, колыбель, так сказать, революции, ваш Питер подарил нам кооператоров из озера, а не стал точкой сборки, ну, такой альтернативной, нормальной России? Почему он не оправдал надежд на то, чтобы стать прекрасным городом? Воистину прекрасным? Стас, дружище, потому что он тоже, к сожалению, бутафория. Потому что он тоже, к сожалению, фейк, как и все в России, все в русской истории. Ведь об этом мало кто знает, но именно Петербург был местом, где было совершено последнее инквизиционное сожжение. Это произошло возле нового гостиного двора, когда был сожжен за отступление от православия капитан Александр Артемьевич Возница. И сейчас мы видим, что не только, вероятно, лицо ангела на Александрийском столпе приобретает сходство с путинской физиономией, а крест в лапках ангела уже, вероятно, заменен на букву ЗЮ. Мы видим и более страшные вещи. Ведь Питер стал первым городом, где будет публично, демонстративно казнен айфон 12. В курсе, нет? Опять упустил. Вы владеете информацией, которая проходит мимо меня. Что не так с айфоном и в чем он провинился? Он провинился в том, что этот айфон стал оружием, орудием преступления. Именно на этот айфон была запечатлена девица в вполне, я бы сказал себе, целомудренных трусиках. И там на расстоянии 500 метров от нее виднеется абсолютно иноагентское здание, Исаакиевский собор, созданное чистыми иноагентами и по иноагентским лекалам. То есть мы видим, что Питер, который должен был бы быть символом свободомыслия и красоты протеста, он, в общем, такая же покорная, гнусная деревня. Такой же фейк, как и все остальное. Он был противовесом всей этой лапотной, дремучей, покрытой в шайме Руси. Когда-то был построен как символ, но он оказался декорацией и бутафорией. В нем нет ни свободомыслия, ни свободолюбия, ни протеста. Ничего нет. И за эти месяцы войны он растратил все свое обаяние. Теперь, когда мы видим его красоты, мы обязаны понимать, что это всего лишь бутафория и декорация. А с той стороны некрашенные декорации, некрашенные задники, грязные холсты, грязные палки и вообще в чистом виде савон. И мы видим это на примере, кстати говоря, того, что именно Питер ведь подарил всю эту жуткую плеяду политиков в современности. Мы видим эту современную интеллигенцию, которая тоже в основном все выходцы либо из Питера, либо люди, имевшие связи. И эта интеллигенция, кстати говоря, сейчас является наиболее проворной по части доносов. И мы теперь сегодня, в 2022 году, понимаем, что это неискоренимо, неистребимо, что они все равно будут доносить. Они будут доносить в любом случае, всем и всегда. Они перестанут писать доносы только если закрыть пункт приема доноса. То есть непосредственно ФСБ. Но вряд ли это случится. Мы видим, что это все сознательная возгонка худшего, что есть в любом народе. Вероятно, это может быть не очень сознательно. Вероятно, это объясняет тот парадокс, что Россия сейчас находится на 109 месте по качеству государственного управления. 109-е это ниже Замбии, чтобы ты понимал. Причем это не политика, это не идеология. Это очень холодное исследование, очень холодная констатация международных организаций, которые просто оценивают профпригодность населения страны. Но я полагаю, что это все и так понятно. Как говорил вообще Александр Невский. Если ты помнишь, кто к нам с рублем придет, тот последняя сволочь. И вот у нас действительно мы видим, что вот эта вот зависимость России от Запада оказалась в миллион раз больше, чем ожидалось. Что попытки обрезания пуповин смысловых, идейных, так называемых культурных, и вот привело к этим драмам, к несчастному лицедею Медведеву, который вынужден нести чудовищную ахинею, чтобы быть в фаворе, к крушению легенды о Питере, к разрушению всей русской истории. Мы все теперь понимаем. При том, что я подозреваю, что Путин вообще очень доволен собой, абсолютно очарован собой. Он считает себя полководцем, возможно, Александру Македонскому. А вот эта пуповина, о которой вы говорите, она обрублена окончательно и бесповоротно, или операционные процедуры по ее восстановлению во времена кресла-каталки окажутся возможными? Вы знаете, все зависит от квалификации качества хирурга. Потому что только какой-то величайший мастер микрохирургии может обратно, ведь пуповина, она же только в представлении дураков. Это некий толстый слизкий жгут. На самом деле это предельно сложная анатомическая конструкция. Если вы делали когда-нибудь секционирование пуповины или изготавливали из нее анатомические препараты, вы должны были бы это хорошо помнить. Вы, философ, наверняка вы этого не делали. А я это делал, и я поражался удивительному богатству и сложности этого устройства. Ее просто так не зашьешь. А этих очень много пуповин. И я думаю, что все равно на какое-то время это будет невозможным еще. И потому что, да, действительно, и эстонские красавицы, и финские красавицы, которые великолепно представляют власть в этих скандинавских странах и балтийских, которые, кстати, показывают, что совершенно не обязательно премьер-министр должен быть маразматиком с заросшими ушами и с двумя осудимостями и с вечным матом и прозгливой мордой. Ведь они же действительно сейчас проталкивают инициативу того, чтобы всем русским, без исключения, были бы запрещены любые поездки в цивилизованный мир, выдачу виз. И да, возникли возражения, возникли возражения, и всякие международные туристские комитеты сообщили, что это вряд ли возможно. Но мы помним практику ковида. Мы помним, что всякие запрещения и нормативы преодолеваются с невероятной легкостью. Вспомни ковид, да, вспомни, с какой скоростью были развернуты меры, не допускающие сообщения между странами. Да, и сейчас тоже существует там невозможность для прокаженного пересечь границы. То есть я полагаю, что все равно это так или иначе произойдет, то, что Путин пока жив, и никакого поворота к цивилизации, к свету и к разуму не ожидается. А если Россию объявят государством террористом, пособником терроризма, спонсором терроризма, тогда этот запрет осуществится совершенно автоматически. Я очень удивляюсь на людей, которые еще из России не сбежали. Я дико им сочувствую. Каос, упомянутая вами, слегла сегодня с ковидом, ушла на самоизоляцию. Но помимо финнов и эстонцев, ведь накануне все возбудились вокруг интервью Вашингтон-Пост, которое дал Зеленский, который говорит, что россиянам стоит поехать в Россию. Мне кажется, мы не должны пропустить это мимо ушей, потому что мы те самые россияне, которые не в своей стране сейчас находимся. Нас там ждут? Нас там ждут. Нас там ждут с наручниками. Нас там ждут с камерами. Нас там ждут, друг мой, со швабрами. Нас ждут с огромным нетерпением. Очень многих всех тех, кто сейчас действительно реально своей жизнью, своим бесстрашием, своей последовательностью, своими поступками разрушает монолитность, проклятую монолитность этого режима. Да, нас там ждут. Зеленский обязан был бы об этом знать. Вероятно, он это ляпнул с горяча. Но я тут же ему в своем телеграм-канале ответил, что, ребят, нам не впервые скрещивать клинки с любыми президентами. И мы никого из тех русских, которые повели себя отчаянно, храбро и достойно в эти дни, мы никого абсолютно не дадим в обиду и не позволим вернуть в Россию. И нам не впервой, в общем, сражаться с кем угодно. Это не отменяет отношение к Украине как к прекрасной невинной жертве и мученице, а к войне как к преступному шизофреническому деянию спятившего диктатора. Мы все равно всегда будем за Украину, да и за Зеленского тоже. Его можно понять. Он не верит. Он не верит, что среди этого народа могут быть меняемы. Его можно понять. Это справедливое опасение. Человек, который родился и вырос в камере реактора, не может не быть облучен. Не может не таскать в себе все болезни смысловые, идеологические, которые транслируются через культуру. Он прав, что он боится. Он прав в том, что он не видит между нами особой разницы. Это ужасно. Это ужасно, потому что я вот знаю тысячи людей, они же мне все пишут. Они мне пишут и делятся мечтами о том, как они смогут покинуть путинский концлагерь. Конечно, их удерживает нищета. Это очень страшно. Иммиграция – это действительно прыжок в пропасть. Это кажется невероятным поступком и сломом всей жизни. Ну, я вам могу сказать, что, ребята, все возможно. Я тоже оказался назад. В Западе здесь совершенно нищем, без копейки. Там все русские счета арестованы. Западные счета заблокированы, как у русского. У меня был только с собой гонорарчик за одно маленькое выступление в Израиле. Все. У меня не было больше ничего. Я бросил все. И тем не менее, дружище, я выжил. Я выжил. У меня оказалась тьма друзей. Тьма неведомых мне прекрасных людей, которые меня реально поддержали. Я получал вот недавно блестящие подарки. Мне подарили велосипед, шпагу, потрясающий льняной костюм, шляпу. Из России привезли мне одежду. И я могу сказать, что, конечно, это перелом жизни. Но выжить здесь можно. А сейчас нет другого выхода. Потому что эта подлая путинская машина будет жрать и молчащих тоже. О чем недавно заявили всякие вот эти вот путинские прихвостни типа Прилепина. Что давайте-ка доказывайте нам свою верность, иначе вам будет очень плохо. Кстати говоря, вот по последним новостям Марина Овсянникова. Попыталась выпрыгнуть из этого реактора, а потом вновь в него вошла. И вот тебе 207.3 сочетание цифр. Ожидаемо. Ну, я вообще ее поздравляю, потому что это колоссальный орден. Это огромный знак отличия. Единственный знак отличия в путинской России, который доказывает, в общем, является такой высшей характеристикой человека. И это то, чем будут гордиться, вероятно, ее внуки тоже. 207.3. Это вообще какое-то уже образуется братство 207.3. Это наилучшая статья, блистательная статья. Я всем желаю ее заполучить. И понимаю, что это непросто. И в переводе она означает враг режима и войны, вот прямым текстом. Но к этому надо стремиться. И у каждого есть возможность. Я ведь так смело говорю и так смело от лица эмигрировавшей журналистики отвечаю Зеленскому или говорю за всех, или говорю за эту статью. Я совершенно не претендую ни на какую роль лидера журналистики. Я готов уступить эту роль, вернее, кому угодно, кто с ней справится и кто возьмет на себя, на себя возьмет труд ее тащить. Ведь очень много сейчас, очень много образовалось в эмиграции очень крупных, очень мощных, очень достойных людей, которые являются подлинной солью России, подлинным ее сокровищем и ее гордостью. Мы просто очень мало все говорим друг о друге, все жалеют, блин, друг другу лайков, перепостов, все зависничают, все думают о конкурентах, но на самом деле мы видим, что люди-то обалденные и об этих людях надо говорить каждый день. А Зеленский, ну что Зеленский? Мы будем любить Зеленского даже и сказавшего то, что он сказал и постараемся это списать на его горячность. В конце концов, президент, обороняющийся, защищающий страны, которая ведет самую тяжкую войну 21 века, наверное, имеет право и на горячное высказывание тоже. Александр Глебович, а можно про братство оппозиции задам вопрос? Она сложила лапки или шевелится? Еще потому, что я с интересом наблюдаю за теми самыми перепостами и ютуб-каналами. Вот смотрю интервью Липа Намарева у Гордона, который рассуждает о формах легитимности для оппозиции. Они мыслят, что война украинская закончится силами украинского режима, который войдет в Москву. И легитимность новой власти будет дарована Киевом. Что это? Загребать жар чужими руками. Вот кто сейчас представляет эту оппозицию в виде такого координирующего центра? Вам как это видится? Да вы представляете, вероятно. Тот же Пономарев представляет, Чичваркин представляет, Ходорковский представляет, Юлюшка Латынина, которая по неволе представляет, хотя она является великолепным историком, великолепным ученым, который, наверное, самый успешный человек в деле исследования раннего христианства. Много кто собой представляет, все представляют. И с Пономаревым я виделся на днях и познакомился. И мы беседовали до трех часов ночи на веранде какого-то ресторана в Мадриде. Я могу сказать, необычайно мощный тип, конечно. Очень своеобычный, очень своеобразный, очень русский. И сила его в том, что вот он настолько русский, настолько понятный этому народу. Конечно, он экстремист в самом лучшем смысле этого слова. То есть человек способный и на слова, и на действия, которые идут вслед за словами. Для него эта война, для него этот творящийся ад, созданный лапками питерского чекиста, это его личная дикая боль. И вот это я успел в нем разглядеть, и это мне в нем, конечно, чертовски симпатично. Единственное, что надо ему подсказать, что не надо, блин, ходить на эфиры в серой бобочке. И надо выглядеть то, что называется посерьезнее, а говорить-то он великолепно. И он говорит более того, в отличие, например, от вас или от меня, он говорит предельно просто и понятно всем. То есть у него политическое будущее, как мне кажется, огромное. И мне очень жалко, что вот этой важной, ключевой проблемой на сегодня, проблемой России, не видит Украина, не видит Зеленский. Ведь чем быстрее путинский режим будет разрушен, тем быстрее закончится преступная война. Тем меньше будет убито украинских воинов. Это предельно важный момент, потому что я не говорю о русских солдатах, у меня их не жалко. А сама идея выиграть у Путина силами украинских бойцов, она продуктивна? Не может ли Пономарев и компания предложить какую-то позитивную программу в абстракции от войны, в абстракции от того, чтобы решать вопрос чужими руками? Вы знаете, сейчас эта война является основной реальностью, как философ. Вы обязаны понимать, что существует основная реальность, которая диктуется нашим воспитанием, нашим пониманием, тем, что мы читали, тем, чем мы болели. И существует как бы набор второстепенных реальностей, которые некие культурологические производные, и они являются такими сателлитами, спутниками нашей основной реальности. Вот основная реальность все равно война. И Пономарев абсолютно прав, что он бьет войну, что он считает Зеленского главнокомандующим и соглашается с ним, понимая, что да, действительно, судьбу России решит Украина. Да, это так. И никакого другого прямым или косвенным образом, но, вероятно, это произойдет именно этим способом. Ведь, обрати внимание, вот тут, кстати, такая знаковая интересная штука. Мы, я не знаю, как ты, я обратил внимание, что жена пресс-секретаря Путина под названием Навка, Навка, она сейчас презентовала премьеру. Премьера, разумеется, называется как? «Лебединое озеро». Ну, конечно. Да, 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 да. Это там очень, как ты помнишь, кривой, запутанный сюжет, который на первый взгляд кажется абсолютно шизофреничным. Но если его чуть-чуть почистить, то мы увидим в этом сюжете весьма, я бы сказал, знаковые, характерные аналогии. Вот если очистить «Лебединое озеро» от всей этой балетной мути с подпрыгиванием, что там, в чем там суть и смысл? Ты помнишь, да? Там есть богатый идиот, зоофил, принц Зигфрид. Он хочет вступить, безумно хочет вступить в половую связь с лебедихой. В восемь лет он кидает камешки в «Лебединое озеро», пугая прекрасную птицу и анонирует, наблюдая за ее испугами. И он уверяет лебедя, что зоофилы и лебеди – это одна порода, и они должны быть вечно вместе, слившись в экстазе. Птица его не замечает. Тогда, в одно из утр февраля, Зигфрид переходит в наступление, прыгает в пруд, пляшет, машет, угрожает, умоляет, рвет на лебедихе перья, разоряет ее гнезда, чтобы ей было некуда вернуться. И он соблазняет птицу, втирается в доверие, но прагматичный лебедь, трезво совершенно оценив абсолютную разность, а также анатомическую разность строения органов размножения и без партнера, и его явную шизофрению, отказывает извращенцу Зигфриду в близости и выгоняет его с лебединого озера. И Зигфрид с позором отступает, бросая и Донбасс, и самого Пушилина на произвол судьбы, а разозлившаяся прекрасная лебедиха на прощание так клюет шизофреника Зоофила в задницу, что отрывает ему обе ягодицы. И сидеть на своем престоле Зоофил больше не может. А что за принц нафиг, который не может сидеть на престоле, кому он такой нужен, и Зигфриду душит, выдавливая из него геаурон, его же собственная охрана. То есть, если жена Пескова задумала большой политический памфлет, то выбор лебединого озера весьма и весьма удачный. Это же тот самый раскол элит, про который нам говорили. Они начинают шевелиться. Они не способны шевелиться. Стас, ты их переоцениваешь. Они все, Стас, друг, они все такое дерьмо. Они все настолько бесхарактерные твари, которые могут только в телевизорах декларировать огнедышащую чушь. А при личном контакте, при любом столкновении, это овцы, не способные ни защитить себя, ни постоять за себя. Там нет идеологов, там нет интеллектуалов, там нет никого, о ком можно было бы говорить. Смотри, вот Волочков у нас, да, который символ русской интеллигенции, путинской русской интеллигенции. Она там недавно вступила в 3764-й Блицбрак, а избранником оказался у нее там, по-моему, беглый террорист из ДНР. И теперь, конечно, бедной Насте долго обследоваться у саперов-гнеокологов, потому что, учитывая некие особенности ее организма и величину некоторых внутренних полостей, жених мог без ее ведома вполне устроить там нелегальный склад гранат, гранатометов, противогазов, а может быть, даже и припрятал ворованный джевелин. И я, бедная Настя, ни о чем не подозревает, будет жуткий конфуз, что этот джевелин вывалится на очередном шпагате. Понимаешь, вот поскребешь всю эту российскую интеллигенцию и видишь чудовищное дерьмо. Вспомни, недавно в Питере процесс, вроде бы почтенный человек, профессор консерватории, преподаватель. И вот поскребешь его, посмотришь, и вдруг вылезает внучка у него, четырехлетняя, у которой за рта течет дедушка на сперму. И этот доцент, как выясняется, давно и плодотворно занимался педагогенем. Можно частный вопрос? Вот эта стилистика про прорастание Волочковой в землю и прочее-прочее. У вас, вопрос лично к вам, у вас какой-то карт-бланш до поры до времени от Кремля на подобного рода высказывания был, когда вы ощутили, что вот все эти ребята больше не готовы терпеть эти перегибы в их эстетическом поле. Вы можете поделиться своими ощущениями, что стало для них вот этим переломным моментом? Лично в вашем отношении? Лично в моем отношении, ты же понимаешь, что я, который, да, мне тоже чертовски, как и всем, тяжело в эмиграции. Это мучительная во многом вещь. Это особенно мучительная для человека, который привык жить абсолютно иначе. Но и ты прекрасно понимаешь, что, наверное, свою судьбу я мог изменить всего одним покаянным звонком, которого от меня ждали на протяжении нескольких месяцев. Я, разумеется, и не стал этого делать, потому что я никогда не буду вместе с ними при любом раскладе. И я, если ты следил за мной на эхе, на котором мы с тобой вместе, на том старом добрым еще эхе, в котором мы работали вместе, я всегда говорил примерно то же самое, что говорю сейчас. Абсолютно. Да, да. И это, да, действительно терпели, стиснув зубы, но понимаю, что устраивать мне выговоры бесполезно. И, вероятно, считая, что я говорю все равно слишком элитарные, слишком рафинированные, слишком сложные, даже и в таких диких, рискованных формулировках вещи, чтобы быть понятным так называемому быдлу. Быдло у нас, оно ведь действительно умеет только механически повторять за телевизором. А то, что я говорю, оно механически повторить не в состоянии. Они следили за моими рейтингами, видели, что они огромные, но понимали, что это безвредные для них рейтинги всех тех, кто и так их ненавидит и будет ненавидеть дальше. Но когда произошла война, когда началось безумие уже настоящее, вот там у них заработал абсолютно дикий страх того, что они будут разоблачены. Ведь когда я говорю, что там нет бойцов, там нет идеологов, там нет даже элементарно умных людей, я говорю, потому что я знаю дикую хрупкость этой системы. Стас, Стас, представь себе нам секундочку, что на три дня, на три дня эфир всех каналов Российской Федерации оказывается в наших руках. Что нам удалось порвать этот презерватив тройной, который Путин натянул на страну, который ограждает страну от всей абсолютно правды об этой войне и об этой информации. Как ты думаешь, за сколько дней этот режим разрушится? Вот три дня правды со всеми протоколами ОБСЕ, со всеми криминалистическими материалами по Буче, по Мариуполю, по театру, по роддому, по всем преступлениям, по вокзалам и торговым центрам, по умышленному террору, по невиданным, невероятным, тупым злодеяниям, которые были совершены. Даже после этих трех дней, кто окажется, что окажется в этом кресле-каталке? По-прежнему страна без ручек и без ножек, по-прежнему страна вынужденная петь покаянную песню. Ведь так, она не будет никогда той целостной, изначальной, которой мы ее видели, которой мы ее видели в своем будущем, в своих проекциях на это будущее. Верно, верно. Философично, но верно. И не обижайся, что я все время по поводу философии подкалываю, но просто у меня с философией свои очень плохие отношения, я очень ее не люблю. Не обижайся, пожалуйста. Не к тебе это не имеет никакого отношения, я полон к тебе симпатии и уважения, иначе я никогда бы не согласился на этот эфир. Понимаешь, в чем дело? Вот, скажем так, в таких деталях предсказывать я не берусь. Я могу определить, я могу увидеть вектора, потому что все на самом деле, что в политике, что в химии, это химия. Когда мы соединяем элементы, то мы обязаны предсказать их реакцию, обязаны предсказать соединение и результат соединения этих элементов. Но вот так детально я не вижу. Я только понимаю, что впереди время колоссальных кошмаров, хаоса, раздрая и катаклизм. Как именно и в каком порядке будут тасоваться катаклизмы и сменять друг друга, я не могу сказать, и никто не может сказать. Ведь, вот, например, когда станет известно, правда, о Бучах и о Мариуполе, не исключено, что народ не будет блевать от омерзения, а что он приполнится гордостью. Да, он соучастник преступлений, но это великие преступления. К тому же, не забывай, что Гитлер, ведь он тоже никогда не кричал «Ах, хочу всех убить! Ах, я опасный маньяк! Всех сожгу, всех зарежу!» Нет, он произносил весьма и весьма благонамеренные речи про мир, про стабильность и про безопасность. Путин ведь с него слезал этот омерзительный стиль. И мы видим, что, конечно же, да, за три дня расколется сознание у тех, кто привык просто повторять за телевизором и черпать свои мысли и свое мироощущение только в телевизоре. Но мы понимаем, что все не так просто. Вот те, кто сегодня держит этот русский народ на игле, они плохо знакомы с основами наркологии и психиатрии, потому что достаточно сделать перерыв в этом в курсе 3-4 дня, да, и у клиента или у пациента начинаются бешеные ломки. Мы не можем пока себе представить, мы только понимаем, что Путин запустил дикую машину зла и страданий для всех. И он не может, даже если бы захотел, не может ее остановить, но он, правда, и не хочет. Ведь понятно, что его не интересует такое вот его работа, его правление, да, те самые нацпрограммы и национальные проекты, о которых он говорил, что все эти его нацпроекты оказались такими мертворожденными детьми мертвой системы, которых мертвые акушеры тянут из давно окоченевшей войны. Те, кто сопровождает Путина в царство мертвых, они этого хотят? Они этого уже хотят? Они все настолько слабы, они все настолько интеллектуальные, ничтожные, что они сами по себе и хотеть-то ничего не умеют. Они хотят того, что у них было 20 лет назад с шопингом в Милане, с возможностью не знать о том, что три четверти России живет в дерьме, в нищете, в разрухе и без всяких перспектив. Это никому не нужная огромная часть населения. Они мечтали бы, чтобы никогда никакие национальные проекты бы не осуществились, потому что мы знаем, что одним из самых страшных национальных осуществленных проектов было там православие, потом был национальный проект Опричнина, потом был национальный проект БУЛАГ. Эти все национальные программы получались. Потом был национальный проект депортация народов. Вот они бы все хотели то, что называется, без нацпроектов, без этих потрясений. Это все очень простые люди, заточенные под собственное благо и комфорт собственного воровства. А учитывая, что, вероятно, в течение недолгого времени через какое-то время самым популярным мужским именем в России может стать имя Азов Владимирович. Как здорово звучит. И к тому же вот эта вот бесконечная тасовка всяких Иванов, Святославов, Александров, которые уже все мы с этой чертели. Вот такое новое имя может оказаться, я бы сказал, весьма и весьма интересной и смысловой, свежей струей. Александр Григорьевич, можно по новостям? А почему в этот национальный проект, который сейчас разворачивается на наших глазах, оказываются в состоянии и в желании вписаться жители территорий, занимаемых российскими войсками? Речь о референдумах, речь об убийствах тех самых полицаев, представителей так называемых временных администраций? Или это иллюзия? И это я пребываю в плену пропагандистских каких-то представлений, вычитанных мною со страниц прокремлевских телеграм-каналов. Остаться, вы настолько, в общем, трезво соображаете, что вас подозревать в том, что вы находитесь в плену пропагандистских каналов, я не считаю возможным. Но я не думаю, что имеет смысл обсуждать гуляйтеров, не думаю, что имеет смысл обсуждать предателей. Все равно их быстро всех убьют. Понятно, что это партизанское движение, которое отчасти организовано СБУ, отчасти стихийно и подлинно народно не оставит в живых никого. И что все то, что было демонстрировано на Чеченской войне, все то свободолюбие и беспредельная жестокость, на которую имеет право обороняющийся народ, это в десятикратной мере получит так называемая армия Российской Федерации, получит в Украине тоже, там никто из них не уцелеет, и я думаю, что просто будет, может быть, некоторое введено разнообразие по части смертей, кого-то разорвут на 18 частей с помощью фугаса, а кто-то погибнет от яда, кто-то от выстрела, но они все не жильцы, обсуждать их бессмысленно. Выходя на коду, а на что имеет право часть русского народа, которая не идет на сотрудничество с режимом, та часть народа, которая мыслит трезво, которая дает оценки происходящему в том ключе, в котором это происходящее и существует, то есть исходя из той самой основной реальности? Ни на что не имеет права. Мы все будем в равной степени втянуты в эту страшную воронку, в этот водопорот, в черную дыру событий, которую зачем-то включил, зачем-то открыл безумец Путин. Все мы и умные, и глупые, и светлые, и черные, и темные, и разумные, и путиноиды, и храбрые публицисты, мы все в одинаковой степени будем затянуты в тот ад, который начался 24 февраля, и который, вероятно, не будет теперь кончен, возможно, и до конца нашей жизни. Надо ко всему относиться предельно трезво. И, поверь мне, ведь там землетрясение, землетрясение совершенно безразличен архитектурный стиль табернаклей, которое это землетрясение разрушает и сносит там в красивых табернаклей на готических соборах. И вот этим событиям тоже безразличны. И ты, я, и степень нашего понимания, и степень нашего протеста, и вклада в разрушение ада, я боюсь, что мы все пойдем под, ну, не под один нож, но, по крайней мере, мы будем очевидцами глобальных, жутких и невероятных событий. Вот этот ад мы все в состоянии окажемся пережить, но пережить его будет необходимо. Ну, ты философ, поэтому тебе следует быть оптимистом. Я анатом, поэтому я реалист, и я пока не вижу никакого выхода, я не вижу той финальной точки, когда мы все могли бы обняться и сказать, фу, блядь, все кончилось. И свободно выйти, свободно писать, свободно говорить, не бояться прилета ракеты, не бояться ареста, не бояться кошмара, не бояться ядерных взрывов. Я не думаю, что этот момент достижим в ближайшее время. Дружище, давай прощаться, потому что давай не будем, давай лучше оставим нашего зрителя чуть-чуть голодным, нежели перекормим его нашими умствованиями. Ты великолепный соведущий, могу тебе сказать. Очень мне было легко и уютно. Спасибо. Все-таки философия, наверное, не такая гадость. Я-то всю жизнь считал, что философия это просто удобрение для публицистики, такой навозец, да? Но нет, я смотрю, что кое-что и дает. Благодарю вас, Александр Глебович, за то, что вышли сегодня к нам в эфир. Это была коллаборация между Невзоровскими средами и программой «Вдох-Выдох». Удачи вам, берегите себя. Слава Украине, дорогой мой. Героям слава. Друзья, это «Вдох-Выдох». Сегодня нашим гостем был Александр Невзоров, а мы в некотором роде были гостями, которые так сбоку посидели, приглашенными на его застолье. вечером на нашем канале продолжатся информационные программы «Воздух». Я, Стас Ключков, прощаюсь с вами. Берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин